Тогда от меня отвернулись некоторые люди, еще какое-то число людей отписалось от канала, и дело там было в том, что я не просто перешел поснимать за деньги куда-то. Мы тебе, конечно, их оплатим, но давай, чтобы больше ты их так много не делал, давай хотя бы там штук. К самой рекламе я отношусь очень одобрительно, и более того, ой, купили, ой, это же, ну, БРП, донат-машина, там все за донат, там все эти аксессуары, центральные рынки и прочие штуки. Ну, конечно, не действует, типа, роутер перезагрузил, все, бан по IP слетел, очень странная, типа, тема по IP банить. Ну, ладно, может, у кого-то он все-таки статичный. В данном случае что-то, видимо, слетело, я уж там, знаете, не программист, не фотошоп, не знаю, что именно. Я сам небольшой фанат полутонов и считаю, что есть только черное и белое. Что-то намудрили с программной частью андроида, и некоторые приложения стали вылетать прямо вот после запуска, то есть ты не успеваешь ничего сделать, заходишь в приложение, и оно вылетает. И я вынужден признать, что меня слили. Знаете, когда я в 2017 году на канале Задан Семен, название которого было написано на английском языке, ну, там, если захотите найти, пересмотреть какие-то видеоролики, проверить меня, правильно ли я все это рассказываю, говорю так, ну, сами понимаете. В общем-то, когда я в 2017 году пошел на Аризону РП, после моего обзора на Данила Герреру, на Луняшу и прочих, ища Диады, или это уже в 2018 году было, в общем, не важно. Для всех это было шоком. Мол, как человек, который осуждал Данила Герреру за рекламу Аризоны РП и прочие штуки, может сам пойти на Аризону? Тогда от меня отвернулись некоторые люди, и еще какое-то число людей отписалось от канала. Некоторые даже в ВК со мной поругались, мол, чел, ты че, да ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему, ты же стал Данилом Геррерой номер 2. Победивший дракона, становится драконом. Ну, в самом и вот все вот это вот прочее, вот этот вот весь бред, который люди обычно говорят, когда в комнате разочаровались. И дело там было в том, что я не просто перешел поснимать за деньги куда-то, а в том, что я критикую Данила Герреру за рекламу Аризоны, потом сам пошел на Аризону. И более того, у меня выходило около 8 или там даже 9 роликов в неделю по Аризоне. Тогда, конечно, директор по рекламе Стас сказал, мол, чел, ну что это такое, ну куда так много роликов-то, ты посмотри, у тебя некоторые там даже, я не знаю, 200 просмотров не собрали, ну ты че, в самом деле. Мы тебе, конечно, их оплатим, но давай, чтобы больше ты их так много не делал, давай хотя бы там штук 7 или там 6 или вроде того. И я сказал, ладно, не буду. И мы там договорились, хлопнули в ладоши виртуально. И многие меня тогда неправильно поняли. Я не критиковал Данила Герреру за сам факт рекламы. Я говорил, что очень странно сначала с колокольни игрока Гамбита РП, или там даже вот Харт РП какого-то, в прямом смысле слова, срать на Лайт РП проекты, а потом, как ни в чем не бывало, идти и снимать на них. Моя претензия была лишь в этом. К самой рекламе я отношусь очень одобрительно. И более того, когда рекламируется не что-то банальное, а то, что я не видел, или то, чем я потенциально могу заинтересоваться, я с удовольствием смотрю рекламу и там не проматываю ее, ну вы сами понимаете. Думаю, что у вас тоже вот есть какая-то вот нечто вот похожая особенность. Когда я в 2018 году, или в 2017, я уж точно не помню, перешел на Аризон РП, мне многие стали писать, мол, ой, купили, ой, это же, ну, БРП, донат-машина, там все за донат, там все эти аксессуары, центральные рынки и прочие штуки, а мод-то у них дырявый, все баги, лаги, все прочее. На что я тогда с чистой совестью отвечал, что да, проблемы есть, невозможно создать что-то идеальное, тем более в GTA Samp, и нужно делать скидку на это, и вот не так давно у Аризоны случилось ЧП. Какие-то ребята нашли уязвимость на Аризона Ролеплей и флудят рекламу в чат на нескольких серверах, причем бан по IP, судя по всему, на них не действует. Ну, конечно, не действует, типа роутер перезагрузил, все, бан по IP слетел, очень странная, типа, тема по IP банит. Ну ладно, может у кого-то он все-таки статичный. И тут я, знаете ли, что вспомнил, как многие люди почти 4 года назад писали мне, мол, ой, донат-машина, ой, одни баги, одни лаги, там у них, ой, там у них все плохо, ну посмотри сам. И сейчас я, смотря на все это, понимаю, что тогда, несколько лет назад, я был прав. И ничего идеального нету, даже спустя столько лет. Когда мод большой, не допустить конфликт между новыми частями мода и старыми невозможно. В данном случае что-то, видимо, слетело, я уж там, знаете, не программист, не фотошоп, не знаю, что именно. И вот как Аризона РП начали все это фиксить, или как Аризона РП начала все это фиксить, неважно. Разработчики Аризона Ролеплей произвели перезапуск серверов, вероятно, попытавшись устранить уязвимость, которая появилась после недавнего обновления. Но проблема, судя по всему, по-прежнему не решена. Да, к сожалению, после перезапуска проблемы решить не смогли. И некоторые люди в комментариях начали писать, мол, говнопроект, и все прочее из всего вот этого, знаете ли, разряда. Это в очередной раз показывает, что люди, к сожалению, не меняются. Я сам небольшой фанат полутонов и считаю, что есть только черное и белое. Но в данном случае, в случае игрового мода, это немного неприменимо. Ведь толковых разработчиков катастрофически мало, и не только в самповской сфере. Недавно Google, это создатели, если что, операционные системы Android на телефоны, ну или как-то так, что-то намудрили с программной частью Android, и некоторые приложения стали вылетать прямо вот после запуска. То есть ты не успеваешь ничего сделать, заходишь в приложение, и оно вылетает. Я сам с этим столкнулся, когда решил послушать музыку через встроенное приложение на Huawei. Я захожу, и оно сразу вылетает. Подумал, хм, наверное, нужно, там, знаете, почистить кэш, сделать вот все эти прочие вещи. И на удивление моё, это на время помогло. Правда, все мои плейлисты полетели в женскую, половую, ну, сами, я думаю, понимаете. Ну, да неважно. Потом я узнал об этой проблеме, и такой, типа, бля, ну разработчики, ну что с них взять? Это я рассказал к тому, что даже Google не в силах найти нормальных разработчиков, которые смогли бы выпустить обновления для программной части своей системы так, чтобы не пострадали приложения для этой самой системы. А вы тут что-то хотите от проектов Sampi? Ну, это как-то странно, по-моему, разве нет? Сервера Arizona Roleplay были выключены для устранения ошибки. И это последний пост по данному инциденту. Больше ничего не писали, по крайней мере, в Live Sampi. Ну и слава богу, что всё на этом закончилось. Проблему устранили. Много времени это не заняло. Лично я это вообще не ощутил на себе. Не знаю, как вы. Но знаю кое-что другое. А именно Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод. И ссылка на мой телекрам-канал, о чём я уже, знаете ли, стал забывать напоминать в своих последних видеороликах, как бы, ну, там есть ссылка на мой телекрам-канал вместе с IP Arizona Roleplay Phoenix. Поэтому, как бы, зайдите, посмотрите, подпишитесь. И всё это находится в описании данного видео. И всех остальных видео, в принципе, тоже. Поэтому не тупите, заходите и всё это там делайте. А также, разумеется, ознакомливайтесь с информацией по поводу там начала игры на Arizona RP, моего никнейма Данте Коннор, моего промокода NoToxic54 и всех прочих вещей на Arizona Roleplay Phoenix. А новое видео выйдет, как обычно, завтра в 20.00. Я на это, по крайней мере, надеюсь, уповаю, упою, упа... Вот, в общем-то, я на всё это надеюсь. А синоним ко всем этим словам, я думаю, что вы в силах подобрать сами. Всё-таки уже не маленькие. Там, сколько лет живёте, сколько зим, сколько весны, весен, осени. И... ну, ладно, неважно. Это был видеоролик. Подписывайтесь на канал или отписывайтесь от канала. Ставьте лайки или дизлайки под данным видео. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok